Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 октября. Житие преподобного Саввы Вишарского. Преподобный Савва был родом из Тверского княжества, из города Кашино, и происходил из благородной, всеми уважаемой фамилии. Там он вырос и получил воспитание. Еще в самых юных летах он отличался добродетельной жизнью. Нося мирскую одежду, он подражал иноческим подвигам и молился и постился, как совершенный инок, и усердно ходил в храм Божий. Движимый любовью к Богу, Савва решился принять иноческий образ и стал проводить суровую монашескую жизнь в некоторых из тверских монастырей, безропотно исполняя различные монастырские послушания, на поварне, в хлебопекарне и в других службах. При всем он отличался необыкновенным смирением. Братья Саввинской и Тверской пустыни, где он вскоре поселился, настолько полюбили Савву и стали уважать его за подвижническую жизнь, что имели его посреди себя как бы ангела Божия и избрали его себе во игумена. Бояре и все жители той страны стали почитать его как святого, и молва о его смирении по воздержании других великих добродетелях далеко разнеслась кругом. Но преподобного тяготила слава человеческая, и он, избегая ее, удалился с родины и долгое время жил в совершенной безвестности в чужой стране. Ревнуя о высших подвигах иноческих, Савва отправился на далекий Афон, прославленный святостью жизни своих подвижников, и там совершенствовался в духовной жизни. По возвращении с Афона преподобный пришел в великий Новгород, но не открыл никому, кто он, странствуя под видом бедного неизвестного странника. Руководимый Богом, он пришел на реку Вишеру, водрузил здесь крест, и, устроив небольшой шалаш, стал проводить отшельническую жизнь. Крест этот и теперь стоит на часовне при монастыре. Он имел с собой образ причистой Богоматери, перед которым непрестанно молился. Слушилось одному из новгородцев проходить мимо того места. В то время был пост святых апостолов Петра и Павла, и стояла знойная летняя погода. Святой погрузился в глубокую молитву, как бы не чувствуя того, что лицо его все было покрыто комарами, так что его совсем не было видно. Изумленный новгородец поведал другим о том, что он видел, и отсюда все поняли, что это истинный Божий человек. Заметив, что его узнали, преподобный Савва удалился отсюда и поселился в еще более уединенном месте, без реки Сосницы. Здесь он продолжал упражняться в посте и молитве, проводя жизнь, исполненную еще больших лишений. Но не может город укрыться наверху горы. Молва о святой жизни преподобного Савва распространилась по окрестностям, и соседние жители стали приходить к нему и доставлять ему свои посильные приношения, необходимые для поддерживания жизни. Мало-помало слух о святом угоднике Божием распространился по всей Новгородской области и достиг даже до самого архиепископа Иоанна, бывшего тогда на Новгородской кафедре. Вследствие сего Иоанн послал разузнать о преподобном Савве, кто и каков он, и какова его жизнь. Посланному для сего доверенному лицу архиепископ велел расспросить Савву и упрекнуть его за то, что он не почтил его архиерейской власти и поселился в Новгородской земле без его благословения. Архиерейский посланец, и вившись к преподобному, как бы с запрещением от архиепископа, сказал «Как смел ты поселиться всей местности без позволения архиепископа?» Савва смиренно отвечал на это следующую притчу. А одна девица, сказала, сидела у окна без площади и бесстыдно смотрела на всех проходящих. Другая же, сидя у другого окна, с благоговением хранила девственную чистоту своей души. Мимо приходящей, а первой девице, обращая внимание на ее бесстыдство, говорили «Не сохранит она чистоты своей при своей суетности и рассеянности». А второй же говорили, что девица-то, при такой ее скромности, сохранит беспорочной свою душевную чистоту. Тем более нам подобает особенно внимать себе и охранять себя на том пути, по коему мы пошли. «Мы живем здесь, в пустыне. Не тебе, архипастыри, избегай, а удаляйся от мира. Молитв же твоих и благословения мы всегда желаем, чтобы они пребывали с нами». Посланный, возвратившись, рассказал архиепископу все о блаженном Савве, о его жизни, постничестве и нищете. Услыхав о себе, архиепископ понял, что это старец духовной жизни, и посему, побуждаемый сильным желанием самому видеть его, отправился к нему в пустыню. Блаженный Савва, покрытый своим обычным рубищем, встретил его еще на пути. Увидел архиепископа, Савва с глубоким смирением пал перед ним и поклонился ему с подобающей святительскому саму почтительностью. Архиепископ благословил преподобного, не зная, что это Савва, но считая его за обыкновенного странника. Он повелел ему сесть вместе с собою и ехать до жилища Саввы, и едва мог уговорить его, потому что смиренный подвижник не смел позволить себе сесть вместе со святителем. Во время пути беседа с преподобным показала архиепископу, что это не простой человек, а муж опытный в духовной жизни, и владыка тем более полюбил Савву прежде, нежели узнал его. Уже только перед самым жилищем своим Савва, смиренно поклонившись, архиепископ уповедал о себе, что он грешный Савва. Тогда святитель поделился его смирением и с любовью благословил его. Потом оба они вошли в келью Саввы и там долго беседовали. В продолжении нескольких часов архиепископ наставлял преподобного пребывать непреткновенно в терпении и подвигах и разделил с ним пустынную трапезу. Возвратившись в Новгород, архиепископ восхвалял великое богоугодное житие преподобного старца и с того времени стал питать блаженному Савве глубокое уважение, считая его великим, и после того всегда присылал ему все потребное для его пустынной жизни. Между тем преподобный Савва задумал основать в своей пустыне обитель и начал строить своими руками кельи для приходившей к нему иночествующей братья. Не стерпел этого лукавый враг род человеческого, не стерпел и, побуждаемый завистью к нему, внушил разбойникам причинить преподобному зло. Но, думая, что у него есть какое-нибудь имущество, они пришли к нему злым намерением. Савва строил в это время келью. С ложным смирением разбойники стали просить у старца благословения, но он прозрел их коварный замысел и то, что они разбойники. И вот он обратился к ним с следующей просьбой. «Детки, окажите любовь, помогите мне поднять дерево на стену». При этом старец велел им взяться за тонкий конец бревна, а сам взялся за толстый. Разбойники никак не могли все вместе поднять своего конца, а старец с Божьей помощью легко один поднял дерево на стену. Пораженные с ним разбойники переглянулись между собой со стыдом и страхом, поспешили уйти от преподобного боя, чтобы из-за него им самим не потерпеть какого-либо вреда. По прошествии некоторого времени один из иноков монастыря, находившегося на так называемой Лисичьей горе, стали не соглашаться, чтобы старец продолжал жить в той местности, ибо она находилась немного выше упомянутого монастыря. Тогда преподобный Савва, прослышав о поднятом за землю споре, послал в Новгород одного из учеников своих по имени Ефрема, к начальникам славянского конца, с просьбой отвезти ему место на реке Вишере для пустынной обители. Те охотно дали ему на сие позволение. После того преподобный Савва окончательно поселился там и всячески, сколько был в силах, трудился над построением обители. Водрузив келий для братьев, он вознамерился воздвигнуть и церковь в честь преславного вознесения Господа нашего Иисуса Христа. При помощи Божией церковь вскоре была сооружена и освящена. С этого времени к преподобному Савве стало стекаться много народа. Одни только ради пользы духовной и наставления, другие для иноческой жизни в его обители. Он же с радостью принимал всех. В то же время преподобный продолжал более всех трудиться над благоустройством новой обители, всем подавая пример своим неутомимым трудолюбием. В обители преподобного, между прочим, работал тогда один мирянин, весьма ленивый в исполнении монастырских послушаний. Он нередко вступал со старцем в пререкание по поводу того, что он предпринимает слишком много дел. Савва же, утешая его, говорил, не скорби, чадо, потерпи лишь эти дни назначенные для исполнения тобой монастырских работ. И тогда мы после вознаградим тебя гораздо более, чем обещался. Мирянин, тронутый кроткими словами старца, понял, что то было с ним вражеское искушение, и после того стал работать и трудиться гораздо более других. В то время в обитель пришел один инок для того, чтобы увидеть блаженного Савву, ибо он от многих слышал о его великой подвижнической жизни. Старец сам встретил его. У него было обыкновение, когда кто приходил к нему из других монастырей, выходить к нему, встречая его еще далеко от своей обители, там, где водружен был крест. Сотворив там краткую молитву, он затем шел с гостем в церковь, здесь снова совершал молитву, и потом уже вел его в свою келью и вступал с ним в беседу. Когда упомянутый инок был встречен таким образом преподобным Саввою, то старец после долгой беседы с иноком, при наступлении позднего вечера, оставил пришедшего брата отдохнуть. Сам же, взявшись за жорнов, молол рожь. И вот вновь пришедший брат слышит, что старец недалеко от кельи всю ночь до самой утренней мелит рожь, а устами своими читает псалмы. Инок был изумлен и начал говорить себе, что он гораздо более увидел, чем слышал прежде о старце от других. Рано утром, приняв от старца благословение, он отправился обратно в свой монастырь, повествуя всем о величайшем подвижническом житии святого и укоряя себя в лености и нерадении. По устроению обители преподобный Савво поставил себе столб и, входя на него, всю седьмицу до субботы проводил на нем в спастей и молитве. В субботу же сходился в столбах братья и причащался с ними святых тайн, слушал службу воскресного дня, разделял вместе с прочими трапезу и после душеполезного поучения братья снова входил на столб и таким образом снова подвязался на нем до следующей субботы. Во время сего великого столбнического позига в обитель к преподобному Савве пришел из Твери повидаться с ним, родной брат его по плоти, давно не видавший его. Но старец совсем не хотел видеть его и беседовать с ним. И когда брат долгое время оставался при столбе, умоляя старца хотя бы только повидаться с ним, то старец наконец сошел со столба и благословил брата, но ничего не сказав ему, тотчас же снова взошел на столб. Брат же преподобного увидел его, с радостью возвратился в Тверь, прославляя Бога за дивные знамения и его благодати, коим очевидцем он удостоился быть. Живя на столбе, по-видимому, удаленной от обители и забот о ней, преподобный Савв продолжал, однако, хранить ее своими молитвами. Однажды разбойники подошли к монастырю, чтобы разграбить его. Преподобный, стоя на столбе на молитве, еще издали увидал их, и, поняв злое намерение, с коим они пришли, стал стучать жезлом по стене. Разбойники, услыхав стук, объятые страхом, убежали, ибо их отгоняла от обители молитва преподобного. С того времени разбойники перестали подходить к монастырю. Между тем, к преподобному Савве продолжали отовсюду стекаться и иноки, и миряне, ради пользы духовной, которые от него получали. Ибо он по апостолу всем был для всех, всех наставляя, обо всех соболезнуя и заботясь как бы о своих собственных членах, к старцам относясь как к своим братьям и сверстникам, к более юным как к своим детям. И не было никого в обители преподобного Саввы, не оскорбляемого, не оскорбляющего, ибо все были утешаемы и примиряемы святым Саввою, пребывая в их подвигах и перенося столь суровые лишения, всякого рода скорби. Преподобный Савва на 80-м году от рождения впал в телесный недуг. Готовясь разрешить себя от тела и отдать последний долг природе, преподобный призвал к себе всю братья и обратился к ней с предсмертными душеполезными наставлениями, в особенности о том, чтобы они твердо и неизменно пребывали в православии и в соблюдении иноческих обетов, более же всего преуспевали в смирении. В заключение старец сказал им, в чем вы видели меня подвязающимся, то и сами творите. После этого поручил монастырь и братью с заботом и попечением архиепископа Новгородского, а ближайшее заведование обители и руководство иноками, старейшим из братьев, своим ближайшим ученикам Ефрему и Андрею, наиболее показавшим свои труды и подвиги в том монастыре, преподобный Савва, все более укрепляясь духом, стал изнемогать телом. Причастившись к святых христовых тайн, он мирно предал душу свою Господу 1 октября 1460 года. Перед самой кончиной своей преподобный заповедал своим ученикам, «Когда душа моя разлучится с телом, не совершайте над ним никаких торжественных погребальных обрядов, но просто без всяких приготовлений отнесите тело до могилы и предайте земле». Ученики преподобного, увидев своего отца и наставника умершим, много скорбели о разлучении с ним. Потом, почти в его память, как своего отца и наставника, ко спасению, стал мопением и надгробными песнопениями, они погребли в земле его трудолюбное и многострадальное тело между церковью и столпом, на котором он подвязался в последнее время своей жизни. По отшествии своего наставника к Богу, ученики преподобного Саввы стали еще более заботиться об устройстве монастыря, о том, чтобы ничего не забывалось из монастырских правил и заветов их отца духовного, преподобного Саввы. Особенно же они заботились о внутренней духовной жизни своей, подражая в ней тому, что они видели в своем наставнике и учителе, и стараясь тщательно исправлять свои недостатки. И они показали в этом отношении такие подвиги, что стали добрым образцом для многих. По прошествии довольно продолжительного времени, когда с помощью Божией по молитвам преподобного Саввы обитель его с успехом процветала, в ней произошел большой пожар, так что сгорел весь монастырь. При этом сгорели вместе с кельями и церковь, и столб, на котором подвязался преподобный во время своей жизни. Но гроб преподобного Саввы, находившийся между церковью и столбом, и часовни над гробом, не потерпели от огня никакого вреда, так что пламень не мог даже прикоснуться к ним, хотя окружал их со всех сторон. Это было первое чудо по представлению святого. С того времени при гробе преподобного Саввы стали совершать многоразличные чудотворения, кой мой Господь явил в нем верующего истинного своего угодника и благодатного чудотворца. Следующее чудо особенно уверило всех в этом. Некто Захария, готовившийся принять иноческий посрик в обители преподобного, много слышал от тамошних иноков о святом житии и посмертных чудесах преподобного. Благоговейно изумляясь слышанному, Захария в продолжении многих дней размышлял о том и молил Бога, чтобы ему сподобиться самому быть свидетелем какого-либо из таковых чудес. И вот когда он однажды стоял на молитве и присев для отдыха задремал и уснул, вдруг увидел перед собою какого-то незнакомого старца, который сказал ему, «Если хочешь видеть Савву, иди за мною, и тогда увидишь его». Захария, как казалось ему, пошел за тем старцем, дошел до гроба святого Саввы, увидал там несколько святителей и среди них преподобного Савву, стоявшего на возвышенном месте. Он поклонился преподобному, и тот сказал ему несколько слов в назидание и утвердил его в его вере. Между тем болящие и все с верой притекающие ко гробу преподобного продолжали получать духовные утешения в своих скорбях и чудодейственные исцеления от своих тяжких недугов. Слух о сих чудотворениях распространился по всей Новгородской области, особенно с того времени, когда настоятель Саввинской обители, игумен Геласий, по молитвам к угоднику Божию, исцелел от приключившейся с ним отравы, причем при исцелении увидел во сне преподобного Савву, стоявшего на молитве в светлых ризах со взором, обращенным к храму. Проснувшись и почувствовал себя исцеленным, Геласий прославил Бога, творящего через святых своих угодников, чудеса дивные, и поспешил отправиться к новгородскому архиепископу, которому и поведал о бывшем ему видении и о своем чудесном исцелении. Тогда новгородский святитель Иона прибыл в Саввин в Ишевский монастырь и поспешил ко гробу преподобного, совершил перед ним молебное пение, потом он приказал написать икону преподобного Саввы, составить в честь его службу и описать его житие, во славу Господу Богу и Спаса нашего Иисуса Христу, дивно прославляющему святых своих и по их представлению. Впоследствии мощи преподобного Саввы были перенесены во вновь построенную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы, и в православной русской церкви установлен в честь его праздник, и ныне у честного гроба его подаются неоскудеваемые исцеления всем с верой притекающим к предстательству преподобного, не перестающего молиться перед престолом Всевышнего о всех верою притекающих и почитающих в притчестную память Его. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok